Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мы сегодня поговорим об армянских картах, древние или совсем древние, или современные, подделанные по деревне. Ну, в общем, что-то наподобие этого, мы будем обсуждать. Ну, так немного я время вас отниму. Ну, вот смотрите, каждый из вас, наверное, встретил на просторе интернета в разных сегментах. Вот такие названия. Скажем так, Армения на деревне, карта Афганистана. Так, а где Азербайджан? И ищем Азербайджан и Армения на деревне Карта и так далее. Азербайджан из проглотили язык, увидев Великую Армению. Ну, очень много. Даже, вот Балабулы здесь, Вадим Арукьян, тоже что-то сравнивал. Я хотел бы чуть-чуть просто вам показать, как вся эта карта делается. И каким образом они перечисляют себя к древнему свидетельствам. Я не буду это говорить, когда какой народ образовался, или смиривался, или стал государством, или распался. Ну, это дело историков. Я обычный юзер. И поэтому я так, немного с краечку, вам покажу, у кого что. Ну, мне кажется, это будет интереснее. Ну, давай поехали. Вот перед нами очень много карты. Эту карту я все взял. из интернета. Возьмем первую карту. Вот, как мы видим, здесь кому принадлежит Нагорный Карабах, история и так далее. Они уходят в глубокую историю. Что есть глубокая история до сих пор. Была Армения, была Нагорный Карабах, в составе это Армения. Когда-то откололось, когда-то еще. Ну, короче, много, что там пишут. Вот, обратим внимание, вот на этой карте, да. На что главное? Мне не надо тут Айрара, там, или сам, отца, все, и так далее. Мне нужно посмотреть на реку Кура. Вот это река Кура. Как мы видим, вот протекает, вот Кура, и до самой Каспийской моря. Вы видели это? Видели. Теперь, в этой карте мы посмотрим более подробно, более честен, хорошо видно здесь. Здесь, ты видишь, Великая Армения. Вот. И все вот это государство, которое было до Армении, они почему-то внутри Армении. Ну, ладно, это Бог с ним, это их дело. Опять мы обращаем внимание на река Кура. Ну, вот видим, вот как Кура, вот видите, вот так. Чистенька, ничего нет, ни озера, ни водохранилища, ни какое-то болото, ни пруд, ничего нету. Видели? Вот, начиная от Турции, там, Крузи и так далее в Каспийском море. Ну, запомнили. Это Кура и на этой реке нет ничего. Похоже на водоем. Его размер, не беззакиня. Теперь мы идем дальше. мы увидим тоже карта Армении и обращаем внимание на река Кура. Это Алозан, а это Кура. Мы видим здесь водоем на Ден, Вить и второе. это тоже древняя карта Армении. Запомнили водоем? Запомнили. Смотрим еще одну карту. То же самое. Видите водоем? Видели? Вот один, второй это на реке Кура. это все древняя карта Армении. Давай поехали дальше. Это тоже древняя карта Армении и река Кура. это территория Армении в деревне в Север. Мы это все видели, да, правильно? Вроде все нормально, еще такого нет рассудительного, но все таки здесь и создано. Вот давайте вернемся к этому карту. карта и водоем. Видите это водоем? Это не что иное, как гидроэлектростанция в Азербайджане на реке Кура вблизи города Мингичево, крупнейшая ГЕСП за Кавказией, построена в 1945 и 1954 годах. Теперь вопрос. Откуда Мингичевоевское водохранилище со своими ГЕСП в деревне Карта Армения? Или скажем так, вот это смотрите, это Шамкирис ГЕСП почему здесь Шамкирис я хотел вам показать, потому что тут есть что-то интересное. Вот смотрите, вот второй водохранилище, помните, я вам показывал, это ничто иное, как Шамкирис, как и деревья станция, расположена тоже на реке в городе Шамкире, Азербайджан, 1975-1982 год. Еще раз задаю вопрос, откуда деревня Карта Армении, вот это Мегичаурский и Шамкирский водохранилища, на которых построен ГЕСП вот современный Азербайджанс Карта, вот так самое, вот Мегичаурский ГЕСП водохранилище и Шамкириский на реке Корн, Вот я опять вернулся к первому картинку, вот теперь скажите мне, как можно вообще докатиться до этого, вот Мегичаурский ГЕСП вы видите, вот 54-45 я уже показал, где она была построена, вот вот это фальсификация не фулкан с картами, у них добавчивают все, они крадут все, что есть подряд, они крадут у соседов музыку, они крадут кулинарию, архитектуру, археологию, они крадут земли, имена и фамилии, они крадут все, все, что не так ищут, обычно кто вор, кто ворует, ворует человек, которого нет то необходимость, которая ему нужна, вот у него нет допустим покушать, он идет там ворует, у него нет обуться, одеться, он идет ворует, у него нет скажем, ну пары своих кормить чем-то, он идет к соседу ворует, а чтобы не воровать, чтобы все было, чтобы не красить, надо делать, думать, создать, они не создатели, они разрушитель в прямом и косвенном смысле, просто разрушитель